Всем привет! С вами онлайнер и сегодня мы делаем сравнительный тест трех самых популярных экшн-камер GoPro Hero 7 Black, старушка Sony FDR-X3000R и E4K Plus Итак, поехали! Первое, на что обратим внимание, это цена Стоимость топовой GoPro 450 долларов, Sony обойдется в 430, в комплектации с Live Monitor 530 долларов, китайская E290 долларов Очевидно, что вариант с E является самым выгодным в финансовом плане, но скажется ли цена на качестве? Видео с камер будем сравнивать в разрешении 4К с частотой в 30 кадров в секунду с включенной стабилизацией Картинка straight from camera, то есть без каких-либо обработок, лог-режимов и прочего Все на авто и стандарт режиме Стоит отметить, что GoPro и E могут снимать и в 60 кадров при таком разрешении, однако у Sony такой возможности нет Первое, что бросается в глаза, это резкость и контрастность GoPro относительно остальных камер Обратите внимание на проработку леса и градиент неба в кадре Четкость картинки позволяет разглядеть ветки деревьев, а небо резко переходит от яркого солнца к темному углу кадра Sony дает мягкую и плоскую картинку, слабой проработкой деталей кроны деревьев сливаются в пятна, а небо уже плавно перетекает от солнца границы кадра Контраст E похож на Sony за исключением детализации, деревья стали чуть четче, но ненамного Цветопередача Гамма GoPro меняется в зависимости от освещенности, в основном это натуральные оттенки, однако при контровом свете есть немного цианового оттенка У Sony все в точности наоборот, при наличии солнца в кадре снег приобретает пурпурный оттенок, а в тенях преобладают холодные тона Цвет E похож на цвет GoPro, только с теплым фильтром Динамический диапазон Широкий динамический диапазон позволяет сохранять больше информации в высококонтрастных сценах, то есть не пересвечивать небо и не проваливать тени даже при солнце напротив камер GoPro сохраняет информацию в тени, небо имеет относительно небольшой пересвеченный участок Sony не уступает в тени, однако участок выбитого неба уже побольше, а вот E с задачей еле справляется, небо вот-вот и полностью станет белым Стабилизация Прорывной фишкой GoPro 7 Black была особая электронная стабилизация HyperSmooth Видео действительно получается очень плавным, будто его сняли на стадикам Но сравнится ли с оптической и электронной стабилизацией Sony? Взглянем на панораму, которую снял райдер во время езды Картинка GoPro идет будто по рельсам, а вот Sony кажется немного дерганой, местами проскакивают явные рывки изображения Камера E обладает стандартной электронной стабилизацией, однако эффективность ее не такая высокая, как у предыдущих камер, но все же лучше, чем без нее Для наглядности, вот примеры всех трех камер без стабилизации Батарея Тестировали камеры в 16-градусный мороз, что естественно сказалось на работоспособности их батарей GoPro продержалось порядка 30-40 минут, Sony потеряла только ползаряда, а вот E с первых же минут теста произвольно выключалась, останавливая запись Звук Одной из основных проблем GoPro камер всегда был звук Пиар-компания новинки уверяла в усовершенствовании звука, однако революции не случилось Как показали тесты, это все тот же звук из банки, правда чуть-чуть лучше Это обуславливается конструктивной особенностью камеры, ее водонепроницаемый корпус создает препятствия между микрофоном и непосредственно источником звука Но в ветреную погоду это только плюс, видео лишены шума ветра, который задувает прямо в микрофоны Sony пишет объемный чистый звук, придирок нет Но при наличии ветра вам не поможет даже режим шумоподавления А вот китайская E огорчает, как крайне плоским звуком и наличием постоянного шума в тихих условиях Так и слабые защиты от потоков ветра, которые прям очень противно задувает в микрофон Светочувствительность В условиях низкой освещенности камеры справляются неплохо Картинка GoPro темнее остальных, однако стоит заметить, что детализация и уровень шумов видео на порядок меньше конкурентов Когда Sony дает хоть и светлую, но компрессированную картинку Ей не уступает по экспозиции Sony, однако определенно проигрывает по шумам Картинка начинает сыпаться, тени окрашиваются фиолетовой, а четкость пропадает Эргономика Да, крутая картинка, отсутствие тряски, чистый звук, это все круто, но не стоит забывать, что это именно экшн-камера Удобство при работе в условиях постоянного движения просто обязательный пункт в списке характеристик устройства Корпус GoPro оснащен сенсорным экраном и двумя кнопками В руке камера сидит удобно, не скользит, интерфейс крайне простой и приятный Сам корпус водонепроницаемый, до 10 метров погружения под воду Камеру, как и остальные, можно подключить к телефону и совершать через него всевозможные операции От настройки до просмотра отснятого материала Крепления под штатив нет, поэтому для установки камеры вам понадобится специальный бокс Sony имеет вытянутый корпус, 5 кнопок управления и маленький экран с информацией о настройках Корпус влагозащитный, но не водонепроницаемый Для этих целей в комплекте есть чехол, который позволяет погрузить камеру под воду до 60 метров И на чехле и на корпусе камеры есть крепление под штатив А вот отсутствие сенсорного экрана предпросмотра сильно усложняет работу с камерой Вы не можете посмотреть, как вы установили аппарат, все ли попадает в кадр или не слишком ли темная картинка Настройка занимает больше времени, так как все настраивается пошагово тремя кнопками на маленьком экранчике Удалить неудачные дубли также не получится Да, можно, конечно, подключить ее к телефону или купить комплект с лайв-монитором, который, кстати, тоже не сенсорный Но это все равно лишние действия, когда можно просто все сделать одним нажатием кнопки На остром корпусе E установлен экран предпросмотра и кнопка включения Интерфейс простой, без наворотов, потому сложностей с настройкой не возникает Внешне камера похожа на GoPro за исключением материала корпуса и наличием разъема под штатив В подводу камеру без дополнительных боксов не погрузишь, потому воздействия воды лучше избегать Итог Если вы любитель экстрима, то без раздумий берите GoPro Хорошая стабилизация, защищенный корпус и высокое качество помогут сделать без особых усилий ваше видео на достойном уровне Помимо прочего, огромный выбор различных крепежей от GoPro поможет вам закрепить камеру на ваш спортивный инвентарь Sony будет незаменима в случае, если вы будете использовать камеру в качестве различных влогов или записи ваших музыкальных увлечений Чистый звук и хорошее качество – это все, что нужно для записи видео в дороге или в домашних условиях Ей неплохой аналог за разумную цену, но с не самым лучшим качеством Настоятельно вам не рекомендуем ее использовать в зимних условиях, так как, скорее всего, вы не запишите даже и минуты видео С вами был онлайнер Бай, пишите в комментариях, какую камеру используете вы и подписывайтесь на наш канал До новых встреч!